Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите в сегодняшней программе. Пора взрослеть и расставаться, оставив детство за спиной, мечтать о будущем, прощаться со школой, ставшей всем родной. В Бресте прошли церемонии чествования лучших выпускников общеобразовательных учреждений и выпускные балы. Охрана труда в приоритете. Мониторинг ситуации специалистами мобильной группы по соблюдению правил и норм охраны труда на предприятии Брестмаш. О пиве, о пивоварах и о том, как обстоят дела у завода Брестское пиво сегодня. Специальный материал Алены Миневич ко дню пивовара. Чистые небо, земля и вода самыми ценными будут всегда. Сюжет корреспондентов БУК-ТВ о защите окружающей среды, о проблемах и их решении и о людях, которые помогают природе выжить. В эфире программа «Итоги недели» говорим о главном. Трогательное прощание со школьной порой прошли в областном центре. Тысячи улыбающихся виновников торжества в ярких платьях и красивых костюмов собрали на свой выпускной вечер волнующихся родителей и учителей. Пришло время вчерашним школьникам отправляться покорять новые жизненные вершины с теми знаниями и умениями, которые они так усердно нарабатывали все 11 лет. Чествование и награждение золотыми и серебряными медалями лучших выпускников и выпускниц Ленинского и Московского районов города Бреста, а также красивый бал выпускников Брестского областного лицея имени Петра Машерова были яркими и запоминающимися. Мы подготовили сюжет Ассорти со всех торжественных мероприятий, чтобы как можно больше рассказать о выпускниках, рассказать о торжестве юности, красоты и надежд. В центре внимания они – счастливые и полные энтузиазма лучшие выпускники и выпускницы Московского района города Бреста. Почему столько радости в их глазах? Все просто – они – золотой фонд нашего города и страны. Их 11 лет старания и напряженной учебы подошли к концу. Сейчас эти юноши и девушки не только прощаются с самой беззаботной порой, но и получают заслуженные награды. Золотом окончили школу 116 выпускников и 5 серебром. Также были награждены 8 ребят, ставших победителями Республиканской Олимпиады по учебным предметам. Мне это немножко волнительно. Я впервые провожу данное мероприятие, но в то же время это очень важное и ответственное мероприятие. Ведь впереди у выпускников тоже выбор – это успешно сдать, тестирование пройти, выбрать тот путь, который они с ним выбирают. Либо по своему желанию, иногда по подсказке родителей. В этот торжественный и волнительный день принимали поздравления и преподаватели, которые готовили ребят. Благодаря им покорять вершины было не страшно. Учитель всегда рядом, помогал и поддерживал, делал все возможное, а порой и больше для того, чтобы их ученики добились таких невероятных результатов. Я сегодня чувствую удовлетворение своим трудом, потому что вся моя жизнь – это воспитание детей. Каждый человек должен в жизни оставить какой-то свой след. Мой след в моих учениках и в их успехах. Я занимаюсь серьезно с детьми физикой. Мы выиграем Олимпиады разного уровня, не только республиканские, но у меня есть четыре победителя международных Олимпиад, имеющих две серебряных и две бронзовых медали. Побеждали мои ребята в Дании, в Израиле, ездили в Индонезию, летали в Индонезию. Учатся они по всему миру. Выпускники-медалисты – яркие, амбициозные, активные. У них на все свой собственный взгляд. Эти ребята защищали честь школы, гимназий на конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах разного уровня и побеждали. Несомненно, талант этих юношей и девушек – это усердный труд, за который они получили высокую награду. Я очень рада и счастлива, что я получила эту медаль. Нельзя так, наверное, говорить, но я иду на нее с первого класса. Я с детства мечтала получить свою заветную медаль. Действительно, я очень сильно трудилась. Это для меня очень знаменательный день, ведь осуществилась еще одна моя мечта. Следующая цель – это, конечно же, поступить в университет, хорошо его укончить и стать достойным гражданином нашей страны. Очень приятно получать медаль. Для меня это как завершение долгого 10-летнего пути, когда ты стараешься на эти оценки, чтобы потом высокие баллы получить. И вот медаль – это очень приятно на самом деле. Также усердно старались овладеть знаниями и выпускники Ленинского района города Бреста. Сегодня они сменили свою деловую форму на вечернее платье и элегантные костюмы. 11 лет учебы позади, пришло время получать заслуженные награды. Они показали высочайшие результаты. Я всегда говорю, это высочайший пилотаж просто в системе общего среднего образования Республики Беларусь. Потому что сегодня, помимо того, что они хорошо учились, они принимали участие в большинстве своем и являлись победителями заключительного этапа Республиканской Олимпиады. Сегодня среди наших выпускников, среди наших медалистов золотых, есть и победители союзного государства. Сегодня здесь победители творческих конкурсов. Гордитесь вашими детьми, потому что ваши дети – не только гордость Ленинского района, а гордость нашей страны. И я думаю, что в будущем наши медалисты обязательно заявят о себе. Несмотря на все трудности и вызовы, которые приносило с собой время, пандемия, переход на дистанционную форму обучения, ребята не только со всем этим справились, но и показали отличные результаты. В этот торжественный вечер 51 выпускнику вручили статусный знак Ленинского района – статуэтку «Алая паруса». Именно этот корабль понесет ребят в их дальнейшее плавание. Качество образования в Ленинском районе города всегда было и остается на достойном уровне. И уже долгое время статус кузницы и кадров по праву принадлежит гимназии номер один. Среди медалистов 18 выпускников этого учреждения образования. И все они делятся, что только благодаря работе в тандеме – ученик, учитель и родитель – у них получилось дойти до вершины достойно. Конечно, это упорная работа, это труд, который на протяжении всего этого периода. И в первую очередь также поддержка со стороны родителей, со стороны школы. Родители, конечно, огромный вклад внесли за то, что эта медаль на процентов 50 моей мамы. И поддержка со стороны учителей, конечно, тоже. Их помощь в организации работ, проектов – неотъемлемая часть. Когда еще я начинала только идти на медаль в восьмом классе, я, наверное, не очень понимала, зачем это, потому что были моменты какие-то трудности. И учителя пытались очень сильно поддерживать за это. И большое спасибо, хочется сказать, потому что у нас очень талантливые учителя, которые хотят работать, которые мотивируют всех ребят это делать. А потом уже, когда стала вырисовываться эта медаль, очень хотелось уже ее получить, как, скажем, такая своеобразная борьба с собой, смогу это сделать или нет. И сейчас, конечно, находясь здесь, я очень рада, что добилась, в общем-то, таких высот уже, оканчивая одиннадцатый класс свой. В восьмом-девятом классе, когда еще не понимал, что это такое, то было достаточно сложно. А потом уже, благодаря поддержке родителей и учителей, уже в десятом-единнадцатом классе это было все попроще. На самом деле нет никакого волнения, ничего такого. Просто рад, счастлив, что получил золотую медаль. Это классно. Такая вот, как бы, награда за все старания. На торжественном вечере были представлены и другие школы, педагоги которой хорошо постарались, чтобы передать знания молодым людям. Среди золотых выпускниц средней школы номер 20 Мария Ющук. В зрительном зале мама девушки, которая с замиранием сердца следит за происходящим на сцене, ведь награждают ее дочь. Еще на этапе детского сада я ребенку объяснила, что это твое, твоя работа, а это моя работа. Хочешь, я буду делать твою работу, ты делай мою работу. Ну вот как-то так. В первом классе мы все решили, где чья ответственность. И у меня не было каких-то криков. Наоборот даже. Вытягивали. Вытягивали, звучал. Просто ребенок трудоспособный очень, трудолюбивый. Ну, наверное, гены. Слезы радости выпускников, счастливые улыбки учителей, волнующиеся родители, которые ни на минуту не прекращали съемку на фотоаппарат или мобильный телефон, чтобы не пропустить и секунды важного события. Все это стало неотъемлемой частью торжественного вечера. Такого красивого, трогательного и волнительного. Мы надеемся, что наши выпускники, не только те, которые получили золотую и серебряную медаль, но те, которые сегодня заканчивают обучение в школе, будут достойными гражданами Республики Беларусь. Их знания, их опыт нам нужен. Нужна смена молодых, интересных идей, каких-то новых идей совершенно, потому что общество должно развиваться и дальше. Я надеюсь, что у нашей молодежи все получится. Все получится и у выпускников Брестского областного лицея имени Машерова. В этом году 36 талантливых ребят закончили год с отличием. Копилка достижений областного лицея стала богаче на 31 золотую и 5 серебряных медалей. Сегодня очень знаменательный день в жизни каждого нашего выпускника. Сегодня выпорхнут из лицейского двора 131 выпускник. Причем этот год очень результативный для этих детей, потому что среди них есть и победители олимпиад, спортивных конкурсов, научно-практических конференций, творческих конкурсов. Очень приятно, что сегодня 36 нашим выпускникам за их заслуги будут вручены аттестаты особого образца с награждением золотой и серебряной медалью. Это очень большая цифра, и мы гордимся тем, что наши ребята достигли таких результатов. Несомненно, педагоги Брестского областного лицея передали ребятам много знаний и умений, которые впоследствии станут важным подспорьем на пути к плодотворной взрослой жизни. А сегодня эти красивые, счастливые и уверенные в своем будущем юноши и девушки прощаются с лицеем, закружившись в романтическом вальсе. Выпускники гордятся местом, где учились лицеи, гордиться выпускниками 2021 года. Сегодня они счастливы, несмотря на то, что прощаются с теми, кто давно стал для них семьей. В первую очередь, конечно, радость. Многие бы сказали грусть, так как такое мероприятие, прощаемся с лицеем, мне тоже очень грустно, но для меня это как еще одна ступенька, еще один этап перед поступлением в университет. И я рада, что я заканчиваю именно лицей. Это такие воспоминания, которые греют душу. Лицей действительно дает очень обширный объем знаний. Они могут пригодиться не только в учебе, но и в жизни, потому что и сам коллектив педагогов, и коллектив учащихся, можно сказать, что это действительно большая семья. Вчера школьники, сегодня выпускники, а завтра абитуриенты. Впереди у этих талантливых ребят централизованное тестирование, вступительные экзамены и новая взрослая жизнь, наполненная счастливыми и яркими моментами. Удачи вам, ребята! Ирина Левчук, Александр Воронин, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и пожеланиям, сказанным вам, ребята. Перед вами открыто столько дверей. Вас ждут новые знания и возможности. И главная задача – это сделать правильный выбор, найти свой жизненный путь и призвание. Желаем вам прислушаться к своему сердцу, внутреннему голосу и пойти верной дорогой, которая приведет к истинному счастью и удовлетворению от жизни. Пришло время притворить в жизнь все ваши задумки, мечты и желания. Действуйте! От праздничных дел к делам насущным. Вопросы охраны труда были и остаются в областном центре приоритетными. Правда, к сожалению, в городе по-прежнему фиксируются случаи несоблюдения работниками техники безопасности на производстве. Именно человеческая самоуверенность в большинстве случаев становится причиной трагедии. А потому работа мобильной группы, которая возглавляет первый заместитель председателя Брестского горосполкома Вадим Кравчук, стала еще более точечной. В рамках очередного выездного мониторинга специалисты посетили предприятие «Брестмаш». Это производитель современного технологического оборудования для предприятий пищевой промышленности, комплектующих для газовых и электрических бытовых плит, участник производственной программы по выпуску запасных частей грузовым и пассажирским автомобилем. А с 2018-го это предприятие стало выпускать грузовые микроавтобусы. Об охране труда на «Брестмаш» и, конечно, о его продукции смотрите прямо сейчас. Сегодня предприятие открытого акционерного общества «Брестмаш» помимо производства современного технологического оборудования для пищевой промышленности, комплектующих для газовых и электрических бытовых плит, выпускает две модели маломонтажной техники, то есть микроавтобусы. Грузовой фургон и пассажирский вариант на 16 мест. Кстати, пассажирский вариант является продуктом именно «Брестмаша». Он переделан из базовой модели МАЗа и ему присваивается ВИН-код нашего Брестского завода. Это уже говорит о том, что непосредственно не только изготавливается автомобильная техника на заводе «Брестмаша», но еще имеет свою маркировку, модификацию. Соответственно, техническому регламенту автомобиль сделан, значит, получается в Бресте. В техпаспорте автомобиля указана компания «Брестмаш», то есть Брест уже себя в принципе заявляет как полноценный производитель автомобилей. Автомобили сегодня пока только завоевывают рынок, автомобили пока сегодня только интерес, потому что это новое, до этого никто не делал нигде в Беларуси, то есть микроавтобусы первые собираются в Бресте, самые первые МАЗовские. Шестиступенчатая коробка передач, сигнализация, центральный замок, кондиционер и парктроник, электроприводы, зеркал и стекол – все это входит в базовую комплектацию. Выпускаемая техника, качественные, об этом говорят испытания, а также отзывы конечных потребителей. На продукцию «Брестмаша» сформировался устойчивый спрос на внутреннем рынке. Уже есть поставки и на внешние. Правда, мобильная группа, в составе которой представители Брестского горосполкома, управления по труду, занятости и социальной защите, профсоюзов и других заинтересованных служб, посещали предприятия не только ради мониторинга новинок. Охрана труда – вот что было, есть и будет в приоритете. В Брестском городском исполнительном комитете вопросы охраны труда находятся на постоянном контроле. Благодаря принятым мерам в этом году мы достигли результата нулевого по несчастным случаям в состоянии алкогольного опьянения у нас не произошло, а также со смертельными случаями. Тоже у нас нулевой показатель. Но вместе с тем мы имеем 11 несчастных случаев с тяжелым исходом. Если посмотреть в разрезе отраслей, то 5 несчастных случаев у нас произошло на транспорте, 2 несчастных случаев произошло в строительной отрасли, по одному случаю в промышленности и в социальной сферах. В текущем году мобильными группами уже было проведено 42 выезда. Совершено 84 мониторинга организаций разной формы собственности. Выявлено порядка 2000 нарушений соблюдения нормативных требований законодательства об охране труда. Не обошлось без замечаний и предложений на предприятии Брестмаш. Были замещания, были предложения. Ну первое предложение это вот было сделано, что наступил все-таки летний период. Погода конечно у нас в этом году не такая жаркая, как в прошлом, но тем не менее уже становилась теплая жаркая погода. Где-то надо обратить внимание на питьевой режим сотрудников, чтобы были обеспечены питьевой водой, чтобы были питьевые фонтанчики в норме, санитарии и так далее, и так далее. Также обратили внимание на использование работника МИСИС. Есть вопросы, что где-то работник работает, где положено шумное место, беруши, у него висят на шее, он их не одевает. Ну это как бы работа тоже такая ежедневная, беда зависит от исполнительной тоже дисциплины на рабочих местах и работу мастерового состава. По каждому выезду члены мобильной группы составляют рекомендации, выполнение которых в дальнейшем отслеживается. Соблюдая эти требования, достичь цели сохранения жизни людей будет возможно. Янтарный светлый или темный оттенок, густая белая пена. Конечно, речь пойдет о пиве. История этого напитка насчитывает столько же лет, как и агрономическая наука. Как только человек научился собирать урожай зерновых растений, хлеб и пиво стали одними из первых пищевых продуктов земледельца. 12 июня – день пивовара. Наши корреспонденты отправились на известный всем горожанам завод с историей – Брестское пиво. Длительное время он находился в тяжелой экономической несостоятельности. Серьезные изменения произошли в 2020 году, когда у предприятия появился новый собственник. О пиве, о пивоварах и о том, как обстоят дела у завода Брестское пиво сегодня, далее в сюжете Алена Миневич. Брестский бренд – Брестское пиво. И как грустно было узнать, что это предприятие может закрыться. Но все изменилось в 2020 году. Контрольный пакет акций «Брестское пиво» выкупила компания «Мультитрейдгрупп». С тех пор экономическая ситуация на предприятии улучшилась, сейчас на нем работает 200 человек. Завод непрерывно активно совершенствуется и развивает производство. «Мы не стоим на месте, ведется постоянная работа по модернизации существующего оборудования и закупке и установке новых видов оборудования, которые позволяют выпускать продукцию в самом широком ассортименте и новых форматов, которые будут максимально приближены к требованию самого широкого круга потребителей, как нашей республики, так и республик соседей». Мир развивается, технологический процесс настиг и пивоваренную отрасль. Все производство предприятия «Брестское пиво» автоматизировано. Пивоварня сейчас словно космический корабль, футуристичная цеха с бесконечными трубами, мониторы, огромные стальные цилиндры для брожения размером с дом. Изменилась работа и мастеров, создающих пенный напиток. Теперь их задача – это контроль и выверенность, соблюдение норм и всех технологических процессов. О производстве на Брестском пиве нам рассказал Виталий Скитович – современный пивовар. «Это сердце нашего пивозавода, здесь производится пивное сусло, это такой полуфабрикат, с которого дальше получается пиво путем сбраживания. Личменный солод – это самое главное сырье, также здесь добавляется вода и хмель. Это три основных ингредиента, которые используются здесь, на этой стадии. Дальше в процессе брожения добавляются дрожжи. Это четвертый элемент, самый главный, который, вот четвертый элемент, и образует основу пива, даже по старому закону немецкому о чистоте пива, ну, то есть так оно и должно быть». Хмель – тот самый неотъемлемый элемент в производстве пива, который придает ту самую горечь пенному напитку. А еще важна технология производства пива. Она классическая и включает в себя много этапов. Уже после приготовления сусла оно охлаждается до оптимальной для брожения температуры. После сбраживания дрожжи снимаются и происходит созревание молодого пива в огромных бродильных емкостях. Это длительный процесс. Уже потом напиток фильтруется и отделяются ненужные частицы. Чтобы на выходе пиво получилось чистым. Еще один важный этап – пастеризация. Без нее никуда. Можно сказать, что технология создания брестского пива особенная. «Самая главная особенность нашего пива – то, что оно производится по технологии «Оригинал Гравити», то есть это сортовое производство именно от начала до конца. То есть каждый сорт у нас готовится, начиная от варницы и доходя до фильтра и до бутылки. Потому что современные заводы работают чуть по другой системе. Делается одна основа, одно базовое пиво, более плотное, которое в процессе фильтрации просто разбавляется водой и добавляются добавки. Ну и получается на выходе много продуктов, много сортов. И вот она – финишная прямая пенного напитка – разливной цех. На Брестском пиве производительность этого цеха 10 тысяч литровых бутылок в час. Предприятие производит пиво тарой в один литр, полтора, два и эксклюзивный формат в два с половиной литра. Сейчас ассортимент выпускаемой продукции завода будет расширяться. Есть и новинки. Например, Беловежская нефильтрованная. Отличительной чертой Брестского завода является дружный коллектив предприятия. Его сотрудники работают здесь десятилетиями. То, что здорово. Как отмечает наш герой пивовар Виталий Скитович, для него пивоварение – это неотъемлемая часть жизни. На Брестском пиве работает его брат. Здесь он познакомился со своей супругой. И самое главное – он любит то, что делает. Много интересного, много сложностей появляется в процессе производства, много задействовано людей, куча операций, но в этом как бы и удовольствие. Когда ты видишь, что столько проделанного труда, и что результат получается, и получается хороший качественный продукт, и людям нравится, в этом, наверное, и есть удовольствие. Алена Миневич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите еженедельную программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. В жизни каждого мужчины есть этапы становления, которые делают его сильным и учат ответственности. В такие моменты родители гордятся своим сыном и понимают, что воспитали хорошего человека. А младший братишка смотрит с восхищением и мечтает поскорее вырасти и подражать достойному примеру. Одним из таких важных рубежей является служба в армии и, конечно, присяга. Это не просто слова, это клятва, нарушить которую каждый солдат не имеет морального права ни при каких обстоятельствах. Она дается в присутствии командования, родственников, перед лицом товарищей и, главное, перед самим собой, своей совестью. Слова присяги на верность Родине на святой земле Брестской крепости сегодня произнесли более 150 пограничников. Подробности в сюжете Людмила Логодич. Торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов. Вот так один за другим более 150 пограничников присягают в торжественной обстановке на верность Отечеству и белорусскому народу. Это не просто слова, это клятва, нарушить которую каждый солдат не имеет морального права ни при каких обстоятельствах. Она дается в присутствии командования и родственников, перед лицом товарищей и, главное, перед самим собой и своей совестью. Мне хотелось пойти сюда, в пограничные войска, и я очень рад, что я сюда попал. Я горжусь тем, что я здесь. Сегодняшний день присяга – это очень почетный для меня, я очень значимый день в этой жизни. У меня отец бывший пограничник, и я решил пойти по его стопам и быть таким же, как он. Для меня военная присяга – это клятва самому народу. Я очень рад, что я попал именно в пограничные войска. Для меня это большая честь. Сотни людей, родители, близкие, родственники и друзья пришли, чтобы разделить этот важный день с пограничниками. Они стараются запомнить, запечатлеть на фото каждое мгновение и с волнением вглядываются, пытаясь увидеть лицо своего сына, брата, друга, любимого. Сегодня – солдата. Принять присягу здесь, на святой земле Брестской крепости, гарнизон которой первым принял удар противника, это вдвойне ответственно и почетно. Каждый из вас должен осознать, что сегодня, дав торжественный взгляд, вы уберете на себя персональную ответственность за защиту и безопасность белорусского народа. Стремитесь добросовестно и качественно выполнять требования, председанные вами присяги, вашего первого и главного ориентира в службе. Сердечно поздравляю вас с этим знаменательным днем. Желаю вам, вашим родным и близким, добра и мира, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в ратном служении родной Беларуси. Присяга традиционно это тот рубеж, после прохождения которого боец уже традиционно сравнивает все свои последующие поступки с тем временем, когда он приносит слова на верность родине и своему народу. Большая часть ребят, которые стоят втрою, призвана около месяца назад, и за это время уже успели пройти так называемый курс молодого бойца, а именно проходят подготовку по специальности инспектор пограничной службы. После окончания учебного пункта многие из них продолжат обучение по различным специальностям, далее после чего направятся в различные подразделения Брестской пограничной группы для несения службы и возможности реализовать свои полученные навыки на практике. А сегодня, после окончания торжественной церемонии, молодые бойцы впервые после призыва смогут увидеться с родными и близкими и сходить в суточное увольнение. Долгожданная для всех встреча возможность еще раз сказать важные слова дорогому человеку. Мы сегодня пришли посмотреть и гордиться своим сыном, и крестником, и племянником. Желаем терпения, крепкого здоровья, чтобы выдержал все испытания тернии и стал настоящим мужчиной. Я сегодня был на присяге у брата, и я тоже хочу стать пограничником. Я им очень сильно горжусь, потому что он, надеюсь, будет хорошо служить. Легкой службы, что мы его ждем, мы надеемся, он будет достойным пограничником. У нас папа достойным был пограничником, и надеемся, что и сын будет достойно служить. Они будут достойно нести службу по защите государственной границы, ведь спокойствие на рубежах родины – это счастливая и мирная жизнь их близких, матерей, жен и детей. А день присяги навсегда останется одним из самых важных и памятных. К другим темам. Издавна люди стараются облагородить свой дом, делая все, чтобы в нем царила добрая атмосфера и было уютно. Нет, мы сейчас будем говорить не о порядке в доме и не о модном интерьере, а о нашем общем доме – земле, о природе и ее сохранении. Население мира выросло, прогресс не стоит на месте, развиваются все сферы и отрасли человеческой жизнедеятельности. В песне поется «До чего дошел прогресс?» Но тогда почему мы без конца слышим о проблемах? Загрязнение воды и воздуха, таяние ледников, глобальное потепление, парниковый эффект, кислотные дожди, опустынивание, истощение природных ресурсов. И никакие IT и другие технологии не могут остановить эти процессы. Ученые пришли к выводу, что всему виной бездумное и нещадное использование природных ресурсов. Но с другой стороны, есть организации, где без устали трудятся на благо здоровья планеты замечательные люди – экологи. Алена Миневич расскажет о них и их работе. Мы – природопользователи, мы пользуемся природой, нещадно потребляем блага, которые она нам дает. Мы научились брать, но у нас нет привычки отдавать. Мы должны этому учиться. Но в нашем обществе есть люди, которые умеют защищать природу. Это экологи. В Бресте они ведут свою работу в областном комитете природных ресурсов, а также в Брестской городской и районной инспекциях природных ресурсов и охраны окружающей среды. Охрана водных ресурсов, воздушного бассейна, животного мира, растительного мира. Очень много обращений приходит по законности сноса растительного мира в населенных пунктах. Кроме того, инспекция занимается особо охраняемыми природными территориями. На территории города Бреста и Брестского района находится один заказник республиканского значения, три заказника местного значения, три памятника природы республиканского значения и одиннадцать памятников природы местного значения. Кроме того, выявлены около 100 мест произрастания растений, занесенных в Красную книгу, и около 90 мест обитания животного мира. Одна из экологических проблем – загрязнение природы бытовыми отходами. Разделить ее можно на две части – вывоз и утилизация мусора. Несмотря на то, что все люди осознают опасность этой проблемы, предпринимают конкретные шаги по ее решению, к сожалению, не все. Уже несколько десятилетий остро стоит вопрос – что делать с бытовыми отходами? На постоянном контроле вопросы обращения с отходами, совершенствование системы обращения с коммунальными отходами, контроль за соблюдением законодательства обращения с отходами с субъектом хозяйственным. В данной сфере есть ряд проблем. Мы знаем пути совершенствования. Сейчас полностью реорганизуется система в целом по стране обращения с коммунальными отходами. Совершенствуется система объектов захоронения отходами. Создаются новые объекты по переработке отходов. Принимаются значительные меры по извлечению вторичных потерянных ресурсов. Это такая тоже системная работа, она уже давно ведется. В Бресте к решению этого вопроса относятся серьезно и внимательно. Уже более 10 лет в городе работает мусороперерабатывающий завод. Его специалистами проводится постоянная работа по улучшению санитарной очистки города. Благодаря деятельности завода не только поднялась на новый уровень система сбора бытового мусора и повысилась его ценность как сырьевого ресурса. Также значительно улучшилась экологическая обстановка в областном центре. Еще одна актуальная проблема экологической безопасности – это транспорт. К сожалению, выбросы в атмосферу при его использовании загрязняют воду, воздух и почву. А следовательно, прогрессирует глобальное потепление, растет уровень потребления энергии, сжигается большая часть мировой нефти. И, конечно, ухудшается общее состояние здоровья людей. Так как без транспорта сегодня мы уже никуда, все, что можно сделать – это контролировать безопасность его работы для окружающей среды. Этим и многим другим занимаются специалисты Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. В нашу компетенцию входит широкий спектр задач, основными из которых являются контроли за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, от мобильных и от стационарных источников выбросов. То есть из полугодия в полугодие наблюдается положительная динамика сокращения выбросов от данных источников. Также стоит отметить, что в Брестской области основным источником загрязнения является транспорт, то есть мобильные источники. Выбросы от них мы также контролируем, то есть в случае каких-то фактов предельно допустимых концентраций мы принимаем меры воздействия в отношении данных природопользователей. Стоит отметить, что также мы осуществляем контроль над лицензиатами и природопользователями, которые используют в своем обращении озоноразрушающие и озонобезопасные вещества. То есть это вещества, которые непосредственно воздействуют на озоновый слой. Вода – это элемент жизни. Без нее невозможно существование человека на земле. В некоторых странах высокий уровень дефицита питьевой воды. Специалисты и экологи и здесь ведут беспрерывную работу для того, чтобы предотвратить такие проблемы. Работы проходят на всех уровнях. В Бресте предприятие «Брестводоканал» провело масштабную реконструкцию очистных сооружений. Сегодня здесь обновлены все инженерные сооружения. Закуплено современное технологическое оборудование, что говорит о рачительном и бережном отношении к воде и к людям, которые ее используют. Наш отдел занимается выдачей разрешений на специальное водопользование, выдачей комплексных природных и охранных разрешений. Также мы ведем контрольную деятельность по отношению к водопользователям. Осуществляем работу с обращениями граждан. Следим за качеством сточных вод, сбрасываем поверхностные водные объекты. Также следим за содержанием и эксплуатацией очистных сооружений. Актуальным вопросом на сегодняшний день является отдых в местах массового отдыха водных объектов. Хочется сказать о том, чтобы природопользователи помнили, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Основная масса контрольных функций исполняется городскими инспекциями. Для увеличения эффективности деятельности инспекции в своей работе они используют различное оборудование, например, дроны. Ведь взор у человека подвластно далеко не все. В целях более эффективного выполнения возложенных функций и задач облкомитет в своей работе использует современные устройства, такие как квадрокоптеры. Квадрокоптеры позволяют расширить видимый горизонт. И нет таких участков нашей прекрасной области, нашей природы, которые не были бы подконтрольны. С использованием квадрокоптера осуществляются контрольные мероприятия, такие как мониторинги, проверки, мероприятия технологического поверочного характера. Анализируется состояние придорожных полос, зон массового отдыха населения, прибережные полосы, водохранные зоны, лесные массивы, объекты захоронения отходов. Мы живем на очень тесной планете, где все и все взаимосвязано между собой. Каждому нужно поступать верно. А главное – обучить этому следующее поколение. Тогда продлится и жизнь земного шара. Ура! Наконец-то лето! Каникулы! Вероятно, эти восторги поддерживают все школьники и отправляются на отдых. Кто куда? К бабушкам – здорово, на море – еще лучше. А вот в загородный лагерь – это вообще круто. Каждый час расписан не расписанием, а интересным времяпрепровождением. А еще именно здесь – романтика летних вечеров, большой веселой компании, зарождение крепкой дружбы и, конечно, первой влюбленности. Эти дни ребята будут с ностальгией вспоминать потом в долгие месяцы учебы, а может, пронесут через всю жизнь. Нашу съемочную группу пригласили на открытие первой смены сезона 2021 в детский оздоровительный лагерь «Орленок». И это было круто! Вот так барабанно-зажигательно приветствовало ребят первой смены лагеря «Орленок» оркестр 38-й бригады. Концертные номера, перекличка отрядов и пожелание отлично провести время – этот день станет ярким началом всего летнего сезона. Цветные шары устремились в небо с загаданными желаниями. Несмотря на то, что ребята приехали всего пару дней назад, многие уже мечтают о том, чтобы опять сюда вернуться. Сегодня у нас, да, действительно большой-большой яркий праздничный день. Заехало 237 детей на смену. Все добрались благополучно, все хорошо. Открытие первой смены – это всегда немножко больший праздник. Это не только первая смена, это и открытие летнего сезона оздоровительного 2021 года. Я уверен, что всем детям понравится. Для того, чтобы отдых у ребятишек был интереснее, ярче были воспоминания. Котельное хозяйство, а кроме этого и другие коммунальные предприятия города Бреста, и другие ведущие предприятия города, на многих из которых работают мамы и папы, вот этих детишек, приняли участие в подготовке лагеря. Для того, чтобы остались яркие, замечательные впечатления у наших детишек, чтобы они здесь познакомились, подружились. А по-другому и быть не может, ведь администрация лагеря и Брестское котельное хозяйство, в ведении которого Орленок, сделали все для того, чтобы ребятам понравилось. Обновленные корпуса с ремонтом разместили на отдых 11 отрядов, а всего за лето лагерь примет 4 таких смены по 236 детей. Их ждет разнообразная и насыщенная программа, пятиразовое питание, яркие впечатления и прекрасный отдых. А за этим сюда возвращаются вновь и вновь. В этом лагере я уже четвертый год, и мне очень нравится. Я здесь находила себе очень хороших друзей, и каждые 18 дней для меня были наполнены удивительными и интересными увлечениями. Я хочу найти еще себе друзей, чтобы в будущем я смогла вспоминать с ними наши проведенные дни. В этом возрасте все воспринимается как одно большое приключение, особенно здесь. Секреты и романтика, множество новых событий и впечатлений увезет с собой каждый, чтобы позже в памяти воспроизводить эти яркие и счастливые моменты. Хороший лагерь, я его очень люблю. Кормят здесь отлично, ну и комнаты хорошо обустроены. Просто супер. Здесь очень здорово, здесь даже нечего рассказывать, потому что вы сами видите, какой тут лес, тут очень весело. Мне здесь очень нравится. Я в лагере первый раз, но я приезжал сюда за братом, и здесь многое изменилось. Я обожаю этот лагерь и хочу, чтобы он остался таким. Беззаботная счастливая пора, солнечное лето и отдых в лагере «Орленок» запомнятся надолго. Остается пожелать ребятам хорошей погоды и прекрасного отдыха. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, наш канал есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Мы встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова